Огонь батареи! Сегодня начали включать отопление в столичных домах. Эта процедура поэтапна, потому во всех квартирах потеплеет в ближайшие 3-4 дня. Низкая температура за окном заставляет накалять градус внутри. Работающие обогреватели перегружают электросети. Кустарные буржуйки растапливают вопреки безопасности. Подкидывают дрова и в непроверенной перед отопительным сезоном печи. Под особым контролем у спасателей сейчас частный сектор и так называемые строительные бытовки. О горячих вопросах и профилактике Оксана Симашко. Накануне зимы все пытаются согреться любыми способами. В ход идут и самодельный обогреватель, и неисправные печки. Из-за несоблюдения элементарных правил безопасности можно поплатиться не только своим имуществом, но и жизнью. Правда уже кому как повезет. Чтобы было тепло и безопасно, в столице в эти дни активно проверяют стройплощадки и частный сектор. Повод ведь действительно веский. За неделю в столице произошло 4 случая возгорания. В языках пламени оказались 2 строительные бытовки. И еще несколько в жилом доме из-за несоблюдения мер предосторожности при обогреве помещения. Отсутствует первичное слое пожарное тушение, отсутствуют указатели категории пожарной и пожарной опасности. О цене беспечности сегодня говорили и на этой стройплощадке. Проблем здесь целый букет. Включенные обогреватели без присмотра, незаизолированная электропроводка, недокомплектованные средства пожаротушения. Впрочем, в некоторых помещениях на них и вовсе намека нет. Точно так же, как и отсутствует должное освещение, познавательные знаки склад. Да и курить, между прочим, по инструкции здесь тоже нельзя. Но реальность доказывает обратное. По всем бытовкам слишком сильных серьезных вопросов не было. Про рабское у нас вообще сказали в идеальном состоянии. Ну, бытовки будем стройнять. В столице укращают стихию огня, в том числе методом профилактики. Спасатели сегодня устроили, что называется, проверку без ручки и протокола на площадке, где возводится станочное производство. Специалисты тестируют имущество на исправность, а его хозяина на знание техники безопасности. Но грехи прощают лишь на первый раз. На расстоянии берем шланг, свободную руку и слушаем пожар. Ну, все правильно. В подготовке к зиме нет мелочей. Всего один маленький случайный уголек может испепелить дом дотла. Неправильное использование электрооборудования и еще один тревожный звонок в службу спасения. Пожарные еще раз рекомендуют обратить внимание на соблюдение мер предосторожности и обеспечении безопасности в жилье. Так, уже в ближайшее время с особым пристрастием будут проверять и частный сектор. В последнее время с наступлением холодов резко возросло количество пожаров, прежде всего связанных с оставленными без присмотра электронагревательными приборами. И по-прежнему актуальным для нас остается вопрос курения, причем курения в нетрезвом состоянии в постели. Поэтому в ближайшее время мы проведем тщательный мониторинг, прежде всего строительных площадок, а также частных домовладений на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Остаться зимой без крова рискует и тот, кто злоупотребляет спиртными напитками. И чтобы идея согреться не обернулась трагедией, спасатели настоятельно рекомендуют не размещать предметы возле включенных обогревателей и тем более не оставлять включенными без присмотра. Для тех, кто хочет согреться, а не сгореть, главное справиться с этой задачей до того, как может прийти беда. А это значит вовремя, чтобы не было уже поздно. Оксана Симашко и Антон Филанович, телекомпания СТВ.